Смотри прямо в камеру. Тебе режиссёр сказал смотреть в камеру. Слушаюсь. А ты не смотришь? Да. А ты не смотришь? Во-первых, ты не будешь открывать до самого конца. Старый московский цирк на Цветном бульваре. Здесь мы с Михаилом Ивановичем Шудяным работаем уже... Сколько лет, Миша? Скоро 30. Да. У тебя руки кривые, нет? Посмотри, у меня все было. А здесь полочку сделать, ребят, чтобы бутылки не падали, хлеб. Ребят, а это смазать стеарином. Она так хорошо будет. Юра, ну что ты из этого проблемы делаешь? Не ломай, не ломай реквизит, он ничего не сделал. Молодец! 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 Стоять! Молодец! 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 Униформа, прошу, пожалуйста, по местам. Давайте начали. Все по своим местам все. Давайте распределиться. Лежать! Я не махал, я не махал, я руку поднял, и я кинул тебе помогать. Я уже там стою и так, и сяк. Вот это да! Здорово! Здравствуйте! Рад пожать твою честную ногу! Юрик, смотри, что у Миши! Метская игрушка! Вот смотри! Цик, парень! Интересно! Интересно! Послушать, что? Слышишь, там чемоданик? Шур, 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 шур! Рад словно! Всё, всё, всё. Там у меня сидит дрессированная гадюка. Мало. Стоп, 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 стоп! Хватит, хватит. Тяп, тяп! Что? О, проснулась! Что ты говоришь? Миша, ее зовут Тамара. Тамара! 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 Голодная! Голодная! Прямо за живот кусается! Как женщина подósила. Кто-нибудь, кто-нибудь, кто-нибудь. Брось ALSIN! Ага! Брось, Брось, Брось! Брось, Брось! Да, отбрось. Фр învă辣ici. Лучше всего оценил профессию наш вахтёр в нашем доме. Я однажды выхожу, он говорит, ну, на работу, я говорю, на работу. Он говорит, завидую вам. Какая у вас профессия, а? Да. Эх, вышел, повалял дурака. И всё, деньги платят, всё, так хорошо. Кругом смеются. Я подумал, в общем, да, конечно. В общем, так-то, если брать. Вышел, посмешил, и всё такое. Если бы было поменьше представлений, наверное, было бы легче. Но когда у нас по три представления, вот сейчас отработал, да, три спектакля, значит, и завтра ещё три, подряд уже как-то уже трудновато. Я говорю, знаете, мне, вот одна, помню, девочка меня спросила, я в школе выступала, там была встреча с ребятами. Она говорит, скажите, а вам весело бывает, когда вы выступаете в церкви? Ну, как ей сказать, весело? Ну, значит, весело. Я говорю, а тебе бывает весело? Да. Я говорю, бывает весело. Я говорю, мне тоже. Вот когда тебе весело, знаешь, мне тоже весело бывает. Она мне говорит, а если у вас болит нога? Такая девчонка попалась. Ну, я уже, так сказать, уже тут сработал клоунчик. Я говорю, какая нога, правая или левая? Она говорит, правая. Спокойно. Я говорю, да, у меня веселится левая нога. Только так стоит. Ну, вы знаете, наверное, вот я задумался, кто, так сказать... Наверное, люди особого склада должны характера идти в цирк, работать с клоунами. Понимаете ли? Не каждый же выдержит, когда смеются. Некоторые думают, что смеются над ним. Понимаете ли? Это же очень психологически, знаете, вот... А мне радость, когда кругом смеются. По сути дела, мы встретились в студии у Михаила Николаевича Карандаша. Была такая студия Карандаша. И вот здесь произошла в 49-м году встреча с Юрой Владимировичем Никольным. Мы были уже в то время не мальчики. В 44-м я закончил войну, уже в госпитале был. И после войны пришел мне было где-то 23 года. У него было 24 года. И мы на жизнь смотрели совершенно другими глазами. Живем мы дружно с ним. Ругаться не ругаемся. Если найден какой-то очень хороший ключ, зачем же его терять-то? Он же найден этот ключ. Значит, его надо сохранять, беречь. Делить-то нам что? И потом он знает, что я не очень-то настроен сниматься в кино и на телевидении. Ну, во-первых, из-за зрения. А во-вторых, загружен, честно говоря. Ну, даже возьмите нашу работу в церкви. Вот сейчас вы очевидцы. Вы заметили, даже вот приходя к нам, где-то кто-то у нас что-то делает. Или там строгает что-то или что-то пили. Даже весь реквизит в основном такой. Я не говорю о крупном реквизите. А вот мелочь такую, которая нам необходима в работе, мы стараемся делать своими руками. Для того, чтобы, ну, вы знаете, когда я костюм новый покупаю, и тут у меня это не так, тут так. И вот когда я его похожу несколько дней, я уже почувствовал. Так реквизит, когда я делаю его своими руками, я чувствую, что это вот. Я знаю где, что, чего, какие-то недостатки. Мы работаем три спектакля. В воскресенье два спектакля. И один все на все выходной. Это, конечно, очень трудно. Ведь наши все люди имеют два выходных. А мы, артисты цирка, имеем один выходной, праздничные дни. Это обязательно у нас по три спектакля идут. Вы представляете, какая у нас идет нагрузка? Если у нас в месяц получается около пятидесяти спектаклей. Крепко. Значит, идет очень большая нервная отдача. И где-то... Ну, не в полном смысле этого слова. Но вообще-то, конечно, вы сейчас раздавали. Ну, что поделаешь. Такова профессия. Коверный. Весь вечер на манеже. Начинали мы, мы решили, что прежде всего нужно обязательно делать смешное лицо. Это обязательно нос лепить, какие-то губы, румяне, что-то сразу все. Обязательно пари крыши. Я уже надумал о себе, что у меня будет паричок такой. Тогда был бокс очень модный. Здесь все голо. А здесь, значит, вот такая щелка одна на голове. А здесь, так сказать, все уже почти под машинку подстричено. Вот. Ну, потом поиски костюма, там, значит, ну, в зависимости от фигуры. Думаю, раз я худой, длинный, значит, я, наверное, это самое, и короткий пиджак будет. А поначалу в широкой пиджаке работал. Все это искалось. Все постепенно. У меня только однажды один артист, у нас такой артист Дымко. Однажды мы работали еще с карандашом, я леплю нос, да, я леплю нос, все, а он говорит, а чего ты гримируешься? Чего ты? У тебя и так лицо глупое. Чего ты? Я задумался. Не потому что лицо глупое, думаю, а действительно все все-таки это самое. Почему обязательно нужно? Нос здоровый. Почему это самые большие ботинки громадные, и все это ультрированное. Однажды в московский цирк приехали два города, у них не было никакого смешного грима, наоборот, они были все в этих самых аристократах, очень все серьезно к этому относились, Женя такой, значит, весь в себе, и я понял, что, в общем, все это, наверное, в характерах. Я не могу забыть, когда спрашивал у Костролей, у тебя хорошее зрение, ты стрелять можешь хорошо, он говорит, да, хорошо, а вот посмотри, видишь, вот левее оркестра, на третьем столбе сидит комар, и Женя подходил, смотрел, говорит, это не комар, а кто это? Это комариха. Это было так неожиданно, и он верил, и публика верила, что он разглядел, что это комариха, понимаете? Как он это делал? Это непередаваемо, и ни о коме носа не было, ничего, и я понял, ну, в общем, дело-то ведь и не в этом, что там нос нужен, это, все это хорошо тоже, и вот, все-таки, от ботинок больших мы никак не могли отказаться, так не привыкли. И однажды у меня украли ботинки в одном городе, какой-то, видно, начинающий клон на будущее решил. Или сувенир. Или сувенир, я не знаю. Нет, я вышел в обыкновенных ботинках, проклял, все, я не мог. У меня не было и походки, это не было, он уже все потерял, все потерял, привыкли к этим ботинкам. Но мы отдаем дань этой старой клонали, пускай у нас будут таскать ботинки. А так, то, что у нас и париков нет, ничего, так, что в этом нет, это не самое главное. Так вот, постепенно и искали, постепенно маска и характер постепенно вырабатывался. Поначалу мы были, старались, думаю, пересмешить, да, поначалу у меня, любимый мой артист, кино Бестер Китон, который не смеялся никогда в кино. В этом была, так сказать, ума, думаю, не буду смеяться. Вот такой. А первый партнер, Роман, говорит, играй в флегматика. Знаешь, смешно, ничего не делай, там, конечно, ходи, там. Я так ходил, никто не смеется, ничего, и тянется реприза, все, я помню, что бы он дальше делал тогда, ходил, не пришел, что-то. Там постепенно стал все быстрее делать, это, это, характер возник, какой-то стал вырабатываться, с каждой репризы какие-то краски находились. Ну и так потом определили, что Миша маленький, он такой живой, он должен быть такое живое начало, он должен командовать. А где-то, так сказать, этот растяпа, в общем, который так, такой, ничего не собираешься, все-таки где-то такой, так вот, раз, и собрысит. Миша, ну, Миша, ну, ладно, я согласен, килограммчик мне, пожалуйста. Девушки, пожалуйста. Симпатичные яблочки, вот тебе два рубля. Проверим. Пожалуйста. Рубль два, все правильно. Все правильно, Миша, а весы? Весы. А что, волнуйтесь, все будет. Что, держи, 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 будешь мне помогать. Помогать? Помогайте. У нас как в аптеке. Даже с охраном, пожалуйста. Подождите, подождите, это что, одно яблоко килограммовое? Такой сорт яблоко! Я просил за плечом, такой сорт яблоко! Я просил килограммовое! Я просил за плечом, такой сорт яблоко! Яблоко! Без крика, без жуба, без драки! Не допозрали! Миша, ты работник торговли! Работник торговли! У товарища претенция! Вот культурно и вежливо ему объясни! Нет? Пожалуйста! Купил? Купил! Товарищи, кто желает еще яблоки? Давайте! Военные без очереди! Могу я купить яблоко? Стоп! Что? Яблочек захотелось? Да! Ой, ты какая! Ух ты! Возвращу вас! Давай ее сюда! Вот сюда! А сколько стоит наши яблоки? Для вас 250 граммов! Дай-ка вперед! В таком случае 100 граммов на 25 копеек! Пожалуйста! Пожалуйста! Тоже мне покупательница! Пожалуйста! Все в порядке! Ты что делаешь, а? Ты что делаешь? Что ты делаешь? Я тебя спрашиваю! Ты что делаешь? Тихо-тихо! Что тихо-тихо? Это моя жена! Тихо-тихо! 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 Раньше смотрели вообще на второй сорт. Искусство, на третий сорт. Знаете, такой. Ну, примитив, все. А ведь самое народное зрелище. Да, балаган. Все пошло от того балагана. Да. Вот когда я за своей женой, будучи, ухаживал, так сказать, я к ней домой не приходил, она спустя некоторое время говорит дома, что говорит, вы знаете, я познакомилась с артистом. Ну, все в семье, значит, с такого театра. Она говорит, он из цирка. Все прямо ахнули из цирка. Представляете? Он клоун. А тетка у нее была. Та чуть плохо не сделалась. Она говорит, боже мой! Клоун! Какой ужас! Ну, а потом я к ним пришел домой, они со мной познакомились. Как-то все хорошо. Тетка уже ко мне стала хорошо относиться. В цирк ходила. Оказывается, в последний раз она в цирке была в одиннадцатом году. Видела клоуна. Он пьяный, значит, падал в опилке, кричал, у-ю-ю-ю. Его все били палками. Ну, она решила, вот такого же жена приведет. Таня стала не только моей женой, но и артисткой цирка. Это произошло двадцать шесть лет тому назад. Слег к руки моей мамы. Был момент, когда мы ставили новую клоунаду. И для участия в этой клоунаде нам нужен был мальчишка. И мама сказала, говорит, а чего вы думаете, ищите мальчишку? Вот Таня. Она небольшого роста, ловкая. Такая фигура у нее мальчишеская. Пострижется, будет мальчиком. И действительно, Таня порепетировала с нами. И получился мальчишка. Так она начала свои роли в цирке с мальчишек. Ну, все условно, сказка может. Такая старушка может сидеть в публике. У меня третья репетиция, я ничего не понимаю, где что. Я только сейчас начал понимать. Началось с того, что хотел быть артистом кино. Это вполне естественно. Я считаю, что артисты кино самые главные артисты. Театр как-то меня не очень привлекал. Хотя, когда меня не приняли в Авгик... Ну как, не приняли в Авгик, просто все. Я приехал совершенно спокойно. Я думал, что меня, конечно, примут. Потому что, во-первых, я очень способный. В армии меня принимали, там, в самодеятельности. Потом, значит, я фронтовик. Тоже, значит, какой-то козырь. Я воевал, все. Ну, в общем, я выучил басню, прозу, кусок, отрывок. И шел. Да, три фотографии снялся в эффектной позе. Да, 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 да. По пояс. И, значит, пошел туда. Причем шел с таким... С таким чувством, будто там уже там ждут. Да, значит, я когда приду, мне, чтобы приняли все. Ну вот, я прихожу туда. И первое, что меня поразило, что такие, как я, там... Толпы стояли тоже в шинелях, в гимнастерках, в сапогах. Тоже все начали шел. В общем, там было... Там пять тысяч заявлений было. Больше. Причем, большая часть была дембализованных. Ну и молодежь, которая только что кончила школу. А принимали, брали двадцать человек на курсы. Юткевич набирал, да. И вот я пошел, значит, встал. Вышел пред комиссией. В общем, не боялся, как-то я, да. Прочитал, басню прочитал, читал «Кот и повар». Потом я отчитал отрывок из «Гусара» Пушкина. А прозву уже... Бучилось с Тургеневым, мне уже не дали. Говорите, писали. Можно вас на минуточку? Меня позвали к столу, комиссия. А вы, знаете же, товарищ Никулин, вы для кино не подходите. Враньёль, что ли? Пока что, да. Наконец-то. Садись, довезу. Спасибо. Я и пешком не опоздаю. Садись, я мимо милиции еду как раз. Значит, вы уже в курсе дела? А как же ты думаешь, милый друг? Ты ж закон нарушаешь. Неужели трудно додуматься сходить в район, поставить печать в паспорт? Какую печать? Какую печать? Ты ж до сих пор без прописки живёшь. Только за этим вызывали? Тебе что, этого мало, что ли? Нет, правда. Только за этим вызывали. Ну да. Тебе... 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 А вот люди меж собою говорят, за такой вот хитроумный аппарат Просидеть мы сможем без забот, за решенкой круглый год Продолжение следует... 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 Мне-то кучу. Мило, это не мило. Не капитан, я просто пират. Надо подумать об этом. Воспринятие как человек... Вон тут возникли сомнения. Капитан называет меня. Уж больно такое ласковое название. Благородный. Вообще, у всех, что в башке, ты когда-то благородный человек. Никак не владеет. Отправить в трюм. Его в трюм, а ее привязать. Слушай, я придумал репрезанную. Понятно или нет? Когда они все уходят, мы развлекаемся, знаешь, с чем? Он выводит пушку. И мы обучаем щенка стрелять. Стрелять по Деду Морозу. Здесь на корабле есть машина, которая называется волшебный увеличитель. А что она делает? Она все увеличивает. Все, все, все? Все, все, все. А, что? Вот пускай твоя машина увеличит всем моим пиратам зарплату. Так она увеличит не зарплату, а только предметы. Предметы? Предметы. А вот расческа. Любой предмет. Расческа, пожалуйста. Открываем, опускаем, закрываем, качаем. Раз, два, три. Готово. Открываем, вынимаем. Пожалуйста. Давай, ребята. Держи. Ты им даешь. Держи. Держи. Значит, я хотел вам... Можно вам что-то сказать или не надо? Можно. Я хотел бы сказать, что мы, когда будет это самое... Будут сейчас они проходить, я буду рядом с вами. Вы? Да. А вы будете делать, и я буду, так сказать, все, с вами ходить. Ну, можно? Мне неловко. Мне неловко. Давай сцену вспомним. Сцену. А потом, значит, разбойнички. Реплика тебе, Игорь. Ах, как я зол. И будет охранять наш пиратский корабль. Ух, как я зол. Ну, интереснее сразу. Интереснее. Вот смотрите движение. Смотрите движение. Смотрите движение. Вот. Ненавижу добрые дела. А навижу терные делишки. Быстро налечу из-за угла. Вам не запереться на задевишки. Чтобы такого сделать плохого. Чтобы такого сделать плохого. Ах, как я зол. 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 На себя. Нет, вы не понимаете. Не понимаете, что такое электричество. Нет, шире ноги. Пошире ноги. Шире. 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 Поднимайтесь, когда он идет. Вообще. Товарищ артист, будьте любезны. Игорь Владимирович, пожалуйста, поднимайтесь. И. Ра. Хорошо. Нет, почему вы? Пап! Я написал книгу. Она называется «Почти серьезно». Это книга о цирке. И вот там есть голова, которая посвящена нашему цирковому складу. Люди приходят, ой, слушайте, какой ящик-то интересный на колесиках. Вот мы возьмем его там. Или какая-то старая детская коляска. Не нужно искать ее. Нашли старую детскую коляску. И использовали там клоунаде где-нибудь, там какую-нибудь смешную бочку. Все хранилось там. Вплоть до того, что наш лев долго стоял там, который в маленьком плеере, наша первая клоунада пантемиологическая, этот громоздкий, все там стояло. КОНЕЦ КОНЕЦ Сам sometzym? О. У. 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 Ээээ А-я-я-я-я-я-я АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Шире, прожектор, шире, 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 шире. Чтобы такого сделать плохого, чтобы такого сделать плохого, ах, как я зол! Ух, как я зол! Ах, как я зол! Ух, как я зол! И еще у меня была в детстве голубая мечта петь в джазе. Почему-то страшно мне хотелось. У нас вообще в семье все любили песни. Отец пел, мать, тетки. И я, мальчишка, с удовольствием с ним пел. У нас были кумиры наши, Утесов, Шудженко, Козловский, Лемешев. И до сих пор мы дома часто поем вместе. Сын играет на гитаре. И мы иногда поем все вместе песни. Поэтому я с удовольствием в телевидении соглашаюсь петь песни. Я очень доволен, что сын играет на барабане. Потому что, когда меня спрашивают, как ваш сын работает, я всегда говорю, он у меня ударник. Итак, песня волшебника Гудвина. Вторая камера. Еще крупнее. Так устроен мир, что тоскуем мы По родимой стороне Белый свет немил, где бы ты ни жил Даже в сказочной стране Вот и мне всю ночь Снится вновь и вновь сторона моя Снится мне та земля Где родился я Первая камера Там сейчас в лугах тучные стада А в ручьях вода, как лед Возьмем крупнее И над той землей Летом и зимой Воздух сладкий, словно мед Вот и мне всю ночь Снится вновь и вновь Сторона моя Снится мне та земля Где родился я Теперь наезд А теперь общей, общей Хорошо Вот так Так устроен мир, что тоскуем мы По родимой стороне Хлеб, как лебеда И горчит вода Даже в сказочной стране Вот и мне всю ночь Снится вновь и вновь Сторона моя Снится мне та земля Где родился я Где родился я Вы знаете Я вам скажу У меня однажды был Интересный разговор С человеком с одним Я выхожу из цирка И стоит мужчина Я вас жду Можно с вами поговорить А я после трех спектаклей Уставила был Пожилой Я сначала подумал Что, может, знал Он неизвестно Он представился Полковник в отставке Инженер Инженерных войск Он мне говорит Знаете, я хотел с вами По душам поговорить Я говорю А что вы хотели Вы знаете, что Я вас первый раз Вот недавно Видал в цирке До этого Такое кино Видел вас И по телевизору Все Прекрасно Вот у вас Ко мне Мухтар Я вот живу один С собакой Вот близок к фильму Вы знаете Я вас первый раз Увидел в цирке На днях Вы знаете Я был потрясен Ну я думаю Сейчас он будет Мне говорить Какие-нибудь вещи Знаете Комплименты Да, комплименты Я уже приготовился сказать Ну да, да, да Спасибо Он говорит Я был потрясен Как вы Могли Не зайти Вот до этого Дойти до этого Выступать С этими глупыми вещами Вы же дурачок Мы, Манеж Вы же дурак И публика Ну публика смеется Ну смеется Но дураком Как вам не стыдно Говорит Ну это же Амплуа Это цирк Это всю жизнь Было так Клоуны Люди смеются Нет Это ужасно Ужасно Это какие-то странные фразы Стреляете В партнера Этим самым бантиком Припляете Не туда, куда нужно Это вообще ужасно Мы Вот как в кино Все хорошо Серьезные роли Вам в театр Нужно идти Творить Шекспира Наших советских писателей А вы же все Но я понял Что он цирк не любит Он цирк не любит Я с ним даже Спорить не стал Попались, голубчики Все Будем сниматься Миша К ходу К ходу Что сниматься Куда Сниматься Будем сниматься Мы не будем Сниматься Да А что волнуетесь Ведь всего пять минут И вы свободны Сколько? Пять минут Пять минут Пять минут И свободны Совершенно Миша Да Ну давай снимемся Пять минут Целая шайка пришла Шайка Кнопочка Костюмы Минуточку Какие костюмы? Это ваша Мне? Берите, берите Да Это вам Палочку Шляпочку Шляпочку Все Все Так, давайте делать Скорее у нас пять минут Быстренько шапочку Чудесно Теперь вы Давай Одевайте 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 Да 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 Что? Так лучше Типичный Работяга Значит так Обещаю вам задание Да, что делать? Вы берете Бревнышко Так Весело Поднимаете его Весело Переносите Отпускаете Садитесь Достаете Платочки Вот это Да, да Вытираете Вот и все И все Да, пять минут Ну давай Приготовили А где это Ваше Бревнышко Бревнышко Где? Где Бревнышко Все готово Дайте Бревнышко Бревнышко За мной Это что-то Бревнышко Бревнышко Ничего себе Пять кубометров Всего четыре с половиной Давайте Пристраивайтесь Быстренько Куда? Вы сюда А вы сюда Итак, внимание Приготовились Мотор Есть мотор Камера Тринадцать Дубль один Униформа Ушли Актеры Пошли А красиво Смотрится Остановились Так Опускаете Бревнышко Садитесь Стоп Как вы сели Куда вы смотрите Куда Камера Камера У нас здесь Да Давайте Сначала 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 Куська На эту точку Откуда начали Кнопочка Отсюда Отсюда Все нормально Как со светом Хорошо Вкладывается Стоп Я же вам только что объяснял Что все Вот это вот Нужно делать Весело Весело Поднять Бревнышко И весело Легко Понятно На испортную точку На испортную точку На испортную точку На испортную точку Сама поноси Рыжая Послушайте Послушайте А все же разговоры Я уже непонятно сказал Сначала Нужно Существовать Хорошо Не пришло Думать Давайте Малышки Подняли Существует Сначала И завтра Мотор Камера Сначала Думать 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 Дай Подышать Ну Подняли Так Хорошо И весело Будем Весело Ну Бас Судято Прекрасно Ну Еще Ну Ну Что Ну Подняли Улыбка Улыбочка Хорошо Остановились Сели Платочки Стоп 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 Прекрасно Что случилось Камеру Заела Зак Лучше Опая За Молчи Что вы делаете? Вы хотите на команду снимать? Да не разговаривать надо, подняться. Поднялись, а? И здесь, и здесь. Ай! 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 Задавили! Актера задавили! Где? Ай! А, снимайте! Что ты снимаешь? Что ты снимаешь? Сейчас нас пятна наносимай! Вода отсюда! Поднесу туда! А-а-а-а! Стоп! Стоп! Сначала! Мотор! Начали! Давайте! Раз-два! Взяли ноги! Хорошо! Задорвай его так! Весело! От души! Что за новость? Что вы толкаетесь? Достали платочки! Достали платочки! Достали платочки! Ну, знаете, когда хорошая публика, то тогда не чувствуешь усталость никакой. Как-то вот, если хорошо понимаете, вот сегодня был ужасный спектакль у нас на утреннике. Мы ушли оттуда измочаленные, усталые, да нельзя. Целевой спектакль, который закупает какое-то предприятие. То есть, понимаете ли, это не церковая публика. Это какая-то вот компания, вот все идут. Ну, я пойду. Нужно, не нужно, там всем билеты раздали, видно, на предприятие. Какие-то люди, понимаете, не те, которые вот хотели попасть, стояли за билетом там, уже план, а тут сказали, вот в цирк все идут. Радно утром. Они, во-первых, половина опоздала почему-то. То ли билеты бесплатные были, так не серьезно отнеслись. Зал шумит, детей полно грудных натащили. Ну, не берут. Мы и так, знаете, все уже, как говорят, на пупу ползешь, и вот публика не берет. А вечером сегодня работали, одно удовольствие, публика такая радостная. Причем каждый день разная публика. Да, бывает. Удивительная какая-то публика, знаете, такая вот вся вот, прямо подхватывает, а иногда будет. Время, когда я прохожу по переулкам моего детства, я сразу вспоминаю войну. Наверное, потому что я на фронте скучал по дому. Так что она война-то, она ведь осталась на всю жизнь. У всех тех, кто воевал, она, можно сказать, ее не уберешь никуда. Сиротели, вспомните, ребята, вспомните, ребята, разве это выразишь словами? Как они стояли у военкомата с бритами на вечном головах. Вспомним их сегодня всех до одного, Вымастивших страшную дорогу, Скоро, кроме нас, уже не будет никого, Кто вместе с ними слышал первую тревогу. И когда над ними грянул смертный гром Трубами районного оркестра, Мы глотали звуки ярости и муки, Чтоб хотя бы музыка воскресла. Вспомните, ребята, вспомните, ребята, Это только мы видали с вами, Как они шагали от военкомата С бритами на вечном головах. И когда над ними грянул смертный гром Трубами районного оркестра, А вот по дворе, Слуха на здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, Восемь-девять. Из девяти мальчишек шесть погибли на фронте. Витка, Тарасов, Митя, Смирнов, Леня, брат, Толька, Толя, Максимов и Вася Смирнов. Вот перед Самаром мы с Шуркой. Меня уже отстригли. Завтра я уже иду. А вот Шурка тоже совсем не изменился лицом. Не изменился, да. Только посидел и волосы поредели. После войны, когда я уже возвращался домой, вот мне было тяжело приходить в семьи там, где погибли мои друзья. Какое-то у меня было такое сложное чувство, не то что стада какого-то, что мне неудобно было, что я остался жив, а вот ребят нет. Товарищи! 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 Для них я видел вашу продукцию в Сталинграде. Она не только фашистов убивает. Она, вот эти мальчики, которые здесь план перевыполнили, они там кому-то из своих жизнь спасли. Мужчины, которые здесь, может быть, даже своим отцам. День и ночь ваша продукция молотит немцев под Сталинградом. Молотит, молотит, молотит и да молотит, будьте уверены. Спасибо вам за вашу продукцию. Спасибо. Смерть немецким оккупантам! Победа будет за нами! Думали, будет за ними. А будет за нами. Вы знаете, когда первый военный фильм этого Бондарчука, они сажались за родину. И как-то, так сказать, я пришел очень спокойно, выбрал себе пилотку, гимнастерку, отдел, все, подошел к зеркалу и замер буквально. Мне как только ударило, сразу все вспомнило. Вот когда почувствовал эту самую, как шинель у меня, понимаете, или трет мне шею, почувствовал эту пилотку, посмотрел на себя, вроде, так сказать, все прошло и сразу все вспомнилось. И у режиссера Алексея Германа, когда мы снимали 20 дней без войны, спасибо ему, я все заново, все как бы переживал. organ гибели, гибели, вторые пилотки, И что-то я преодолевал, и какое-то раздражение было против режиссера, который давил буквально, и требовал бог знает чего. Я даже сам потом понял, что он требовал. Потом. Но я этого не понимал. Последний этап съемок совпал так, что я уже не мог больше только принадлежать ленд-фильму. Начались гастроли в Ленинграде, и у меня так, вечером цирк, днем я играю этого Лопатина. Причем тяжелые сцены, эти вот самые, мы мокрые, там под дождем, там несколько финалов снималось. Вся эта вот война настраивалась. И тут после съемок меня везут в цирк. Я должен надевать шапочку, вот самые брючки. Да не пойдет она, товарищ майор, не пойдет! Да не пойдет она, товарищ майор! Да не пойдет она, товарищ майор! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok